В регионе просубсидируют предприятия, на которых трудоустроены инвалиды. Такое решение было принято временно исполняющим губернатора Ульяновской области Сергеем Морозовым на встрече с руководством общества слепых. В регионе есть два предприятия, где численность работающих людей с ограниченными возможностями превышает 50% от общей численности сотрудников. Это Димитровград «Жгуткомплект» и ульяновское предприятие «Автоконтакт». Наша задача, чтобы численность не сокращалась, особенно численность инвалидов, работающих на данных предприятиях, поскольку они являются специализированы. Поэтому здесь понимание есть. Начальник главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области Екатерина Сморода доложила главе региона, что сейчас рассматривается возможность компенсации части затрат этих предприятий в виде субсидий и средств областного бюджета в рамках государственной программы Ульяновской области. В соответствии с данной программой мы предлагаем перевести в режим неполного рабочего времени с последующей компенсацией заработной платы для сотрудников данных предприятий 245 человек при режиме 4-5-дневной рабочей недели, соответственно, с компенсацией за 1-2 рабочего дня в размере минимального размера оплаты труда, что по трехстороннему соглашению будет составлять 10 тысяч рублей. Сергей Морозов предложение оценил и поручил заняться проработкой данного вопроса немедленно. Чиновники попросили время до конца этой недели и пообещали, что уже в пятницу все необходимые документы будут лежать у главы региона. Лилиана Архматульна, Юрий Конехин, новость Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова